ну еще раз всем добрый вечер у нас в прошлый раз мы закончили немножко не договорив у меня включился интернет сейчас вернемся немножко концовки то очень говорили точно помню что у нас было у нас а такая странная судья относительно того кто должен говорить человек когда он отделяет для себя женщин какого рода формулы языковые для этого годятся постепенно выяснилось вообще должен вообще что-то говорить это как бы отдельный вопрос вроде бы речь шла о чем речь шла о том что женщина приобретается с помощью денег то есть деньги он ей дает но при этом он должен что-то сказать ну есть понятные вещи как если он говорит отмику дешит ли ты посвящена мне нормально то есть это правда нормально есть еще несколько вариантов которые связаны с семантикой в принципе брачные которые либо в библейском тексте либо скаломандической литературе используется там например слово баль владелец там еще что-то в этом роде но после этого нам привели еще целый ряд формул которые являются неоднозначными они являются неоднозначными но при этом каждая из них она отсылает к тому или и иному там у нас были на самом деле несколько проблемных да но в общем они отсылают по большей части 90 процентов скажем так этих форму они отсылают к тому или иному библейскому контексту который касается как раз брака брака или в принципе единение мужчины и женщины да там у нас было эзеркенэкдо или что женщина создана из ребра человека и так далее вот это все создание женщины как напарника тоже вроде бы относятся именно к этому связи между мужчиной и женщиной и вот эти все целый ряд такого рода формул нам были приведены и был задан вопрос если человек использует эти формулы годится это или не годится мы помним что в конце концов ответ такой что мы не знаем да потому что что произошло нам привели барайту который есть спор между рабе иуда и рабе йоси и рабе йоси говорит что вообще-то говоря если человек дает деньги и контекст отношений между мужчиной и женщиной такой что речь идет обра как сказать помолвки то лучше как раз ничего не говорить то есть те формулы которые вроде бы отсылают библейским контекстом они на самом деле могут столько помочь только помешать ну и мы сделали какой вывод такой что в таком смысле рабе йоси говорит о том что эти библейские контексты мы имя не владеем если мы имя не владеем не то что все не владеет а если не владеем в массе то человек который это произносит мы не можем быть уверены в том что он отсылает нас именно к библейскому контексту а не говорит о чем-то другом например если он говорит ты будешь мне помощницы из рати да то неизвестно отсылает он это нас к библейскому контексту или просто говорит о том что он хочет чтобы она ему помогла там не знаю побелить все стены то есть удивительным образом рабе йоси все переворачивает возможно указывая на определенную деградацию да раньше мы были такие что библейские контексты у каждого стояли на раз а сейчас нет поэтому использовать такого рода формулы не стоит но само по себе все это рассуждение до рассуждения о определенной языковой формуле ну как бы более-менее понятно да то есть есть процедура из процедура юридическая процедура посвящения отделения женщины то есть поскольку в конечном счете брак-это тоже определенного рода сделка недаром здесь называть с с ессак это собственно говоря и есть дело сделка то понятно что как и любая другая сделка должна быть определенная процедура. Эта процедура должна быть выполнена для того, чтобы все было как бы окей. Ну и часть этой процедуры, по крайней мере тогда, когда человек с помощью денег отделяет для себя женщину, это вот, возможно, определенная фраза, а с точки зрения Рабиоси этого не нужно. Ну и, значит, когда нам привели вот эту самую Барайту, где Рабиоси говорит, давайте мы посмотрим, вот это вот здесь, вот этот фрагментик, то есть нам привели Барайту, говорят о том, что, в общем, по мой Барайти, где Рабиоси говорит, что достаточно, чуть выше, вот Рабиоси говорит, достаточно предварительного разговора, из которого она поняла, о чем идет речь. То есть нам достаточно контекста их разговора для того, чтобы считать сделку совершенной. Ну, а после этого нам приводят другую Барайту, где говорится о том, что речь идет о разногласии Танаев. Раби говорит, что все это сказано в Иуши Асуким, Беутойни, ведь слова Асуким – это как раз вот эта самая сделка. Когда они заняты той же темой, в момент вручения денег, и тогда женщина считается посвященной. Раби и Лазар, Бараби Шимономер, Афальпи Ше Эйнасу, кембот у меня. А Раби и Лазар говорит, что даже если они не заняты той же самой темой, все равно женщина посвящена. То есть, у нас был библейский контекст, есть ситуативный контекст. Вот этот ситуативный контекст с точки зрения Раби и Лазара, он как бы не нужен. А что значит не нужен? Мало ли, почему мужчина дает женщине деньги? То есть, как можно вообще отвлечься от ситуативного контекста? От библейского контекста – непонятно, а от ситуативного – непонятно. И поэтому Гемара говорит, но если они не заняты той же темой, то откуда мы знаем, для чего он ей дает деньги? Этот вопрос задает сама Гемара. И объяснение такое. Абай говорит, что на самом деле Раби Шимон имеет в виду что? Что ми-иньян, ли иньян было, то иньян. То есть, они имеются в виду, что они ситуативный контекст нам понятен, но говорят они, не нужно специального ситуативного контекста. То есть, не обязательно, чтобы они говорили пряно про брак, но они могут говорить о чем-то, что связано с этим самым браком. Видите, здесь приводится пример, который приводит Раши. Например, говорили о кедушин, то есть, об отделении, о помолвке. Потом стали говорить о том, что нужно для брака, а затем он вручил ей деньги. И тогда все нормально, несмотря на то, что они, например, перешли к вопросу о том, в каком платье она будет или вообще, что стоит купить молодоженам в новую квартиру. Если что, надо купить молодоженам в новую квартиру, вроде бы уже не про кедушин, но тем не менее, это связано с общим разговором. Ну, как бы объяснение так себе. То есть, получается, что радикальное высказывание этого раба Елизара, который говорит, что нас контекст не интересует, передал деньги. Все. По сути дела, сводится к тому, что нас контекст да интересует, и на самом деле, речь просто идет о более размытом разговоре. Этот размытый разговор не отменяет общего контекста. Ну, хорошо. И Равуна еще раз повторяет, что Аллаха как Раби Йоси. Аллаха идет по мнению Раби Йоси, а Раби Йоси что сказал? Раби Йоси сказал, что на самом деле не нужно ничего добавлять. Значит, если сбеседовал с женщиной на тему Гетта Кедушин, и после этого дал ей деньги, она считается разведенной или посвященной, в зависимости от того, о чем славич. Ну, хорошо. И вот мы, собственно говоря, вот этот последний кусочек мы не читали, но не обсудили. И вопрос Гемары по этому поводу, он такой. Вот есть у нас высказывание, высказывание Раби Йоси слов Шмойля, который говорит следующее, он говорит, что тот, кто не знает характера, здесь переведено, как тот, кто не знает досконально законов, нет здесь никого досконально, тот, кто не знает характера, Тиф, Гетин, Викедушин, не может ими заниматься. И попытно то, что здесь употреблено то же самое слово эсек. Эсек – это то, чем занимались мужчина и женщина. Асуким был куинян, это однокоренное слово. А здесь говорится о том, что тот, кто не знает характера Гетто и Кедушин, то есть развода и помолвки, причем Гетто – это может быть разводное письмо, а может быть развод как таковой, Кедушина, тоже может быть вопрос общий или вопрос какой-то частный, не должен иметь с этим дело. Так, наверное, лучше всего перевести. Ну, Раши поясняет, и наш переводчик воспроизводит, это ему запрещено быть судьей, который судит подобные случаи, поскольку в силу своего незнания он может разрешить запрещенную и приведет это к ошибке. Ну, казалось бы, ну, хорошо, так это высказывание, оно почему именно про это, то есть тот, кто не знает законов. Ясно, что не должен судить здесь. Ну, как бы очень странно добавлять это вот конкретно про Гетин и Кедушин, что, собственно говоря, человек здесь и не разбирается, значит, он не должен судить, это не важно, о чем идет речь, о каких законах идет речь. Но дальше еще страннее. Дальше, по крайней мере, Раша понимает это как вопрос, видите, у нас так и переводчик это переводит. Даже если он не слышал то, что сказал Равуна со слов Шмойля, а что сказал Равуна со слов Шмойля? Он сказал, что Равуна со слов Шмойля, что он сказал? Равуна со слов Шмойля сказал, что Аллаха как Раби Йоси. Это было высказывание. Значит, получается, что теперь он спрашивает, и что, даже тот, кто не знает, что закон идет по мнению Раби Йоси, при чем здесь даже? При чем здесь даже? Тем более, если он не знает, если у нас Аллаха идет как Раби Йоси, если человек не знает, что Аллаха идет как Раби Йоси, при чем здесь даже? То есть даже здесь довольно странно. То есть вот это последнее высказывание, которое можно структурировать так, как это сделал Раши, а можно как бы, может быть, и по-другому, то есть можно все понимать как вопрос, а именно, каждый человек, который не знает характера где-то Ики Душин, не должен заниматься этим делом, даже если он слышал вот этого высказывания Рава Уны со слов Шмойля. Без вопросов. То есть просто утверждение такое, можно считать, что это такое утверждение. Но оно очень странное, да? То есть странность какая? Две странности, я их обозначил. То есть первая странность, что понятно, что тот не знает, не должен заниматься, да? А вторая странность, это почему даже? При чем здесь вот это самое даже? Ну и ответ Рава Аши, он тоже довольно странный. Он говорит, Ин Гахинами. Вот это Ин Гахинами, это довольно частый оператор в Талмуде, к которому привыкаешь, но на самом деле он каверзный. Почему? Потому что на арамейском Ин это да, а на иврите Эйн это нет. Как читать? Эйн Гахинами или Ин Гахинами? Гахинами это так же. Если я говорю Эйн Гахинами, то нет здесь никакого таги, то есть действительно можно сказать, что это ничего не меняет. А если я говорю Ин Гахинами, то вроде бы это немножко другой смысл. Я говорю, да, именно так, вот как здесь перевели. Да, так же, когда он говорит. Как здесь прочесть не очень ясно, то есть можно попробовать так, можно попробовать эдак, но так или иначе, у нас вот эти вопросы остаются к этой самой концовке. к концовке вот всей этой судьи. То есть я ее описал, проблематика ее понятна, значит, нужна формула, не нужна формула, Раби Иосиф говорит, не нужна формула. И теперь в конце нам, значит, приводится вот это странное высказывание, которое не очень понятно, и вопрос не очень понятный, и ответ тоже не слишком понятный. Да, Илья. У меня короткий уточняющий вопрос. А почему мы можем прочесть и так, и так, а на арамейском и на иврите пишется одинаково? Да, пишется одинаково. Почему? Потому что, если вы обратите внимание, как у нас Талмуд набран, он набран без огласовок. То есть когда нам приводят здесь переводчик текст, этот текст огласован. Откуда берутся эти огласовки? Ну, эти огласовки, например, в издании Штензальца они приводятся. Шоттенштейн тоже огласовывает. Но на самом деле относительно огласовок единого мнения нет. Когда обвиняли Штензальца в том, что вот он здесь выпустил свой Талмуд, одна из претензий была в том числе в том, что он как бы не вполне правильно огласовал этот текст. То есть огласовки текста это тоже интерпретация определенная. Но вот с этим примером Эн Гахинами это примерно то же самое. То есть я читаю это как полностью арамейскую фразу Эн Гахинами. Да, так же. Или я читаю как смесь иврита и арамейского, что тоже часто бывает. Эн Гахинами. Нет, так же. Или да, так же. Или нет, так же. Ну вот это как бы нюанс. Это нюанс, который связан с вот этим употреблением Эн Гахинами. А в неогласованном тексте это Эн и Эн, они выглядят одинаково. И с этим возникает много таких эпизодов, да, не только с этой фразой. То есть когда кто-то говорит ин, то есть да. А если я читаю на иврите, то это будет нет. Эн. Ну, в общем, ну, правда Эн не говорят. Говорят, да, антоним ин это ло, а не Эн. Но тем не менее, да, то есть зависит от, опять же, контекста. Но это одна из проблем, ну, таких мелких проблем этого текста. Но у нас проблема, какая проблема? Проблема не только как бы чисто языковая, но и проблема концептуальная, потому что на самом деле вот этот последний, значит, последнее высказывание, разговор между Равом и Еймаром, и Равом Аши, он не совсем понятен. Попробовать его понять можно, наверное, следующим, следующим образом. Когда речь идет о том, что тот, кто не знает характера гетинок и душин, если мы исходим из контекста нашей судьи, то речь идет не о том, что он не знает досконально законов геттрики душин. Ясно, что он знает законы геттрики душин. Возможно, что вот это слово бытив гетинок и душин имеется в виду скорее человек, который не способен определить контекст разговора. Он не то, что он не знаток, он знаток, он знаток геттрики душин, иначе он бы этим не занимался. Все нормально, он все знает, хорошо, досконально знает геттрики душин. Но у нас ведь речь шла о чем? Речь шла о том, что на самом деле тонкость определения того, произошла процедура правильно или не произошла правильно, она зависит не столько от знания законов, сколько от понимания ситуации, от понимания контекста, контекста разговора в том числе, то есть от контекста разговора, который велся между мужчиной и женщиной. То есть у нас этот контекст плывет, правда? То есть там сказали, если они говорят про геттрики душин, тогда все понятно. Но есть мнение Раби Лазара, который говорит что? Который говорит о том, что нет, неважно, они могли перейти, даже мягко, если мы в форме это возьмем, они могли перейти немножко на другой, на другую немножко тему, но оставаться как бы в рамках вот этого контекста заключения брака. И тогда получается, что мне нужно, если я собираюсь определять, значит, правильность или неправильность этой процедуры, мне необходимо, что мне необходимо не столько знать законы геттрики душин, сколько уметь уметь определить ситуативный контекст. И тогда становится понятно, почему дальше говорится «даже». Даже тот, кто не знает вот этого закона, закона, что Аллаха следует Раби Йоси, а Раби Йоси что говорит? А Раби Йоси говорит, что можно передать деньги и ничего не говорит. Почему даже? Потому что по Раби Йоси я как бы говорю о том, что все, молчание лучше контекст в каком-то смысле. И тогда получается, что мне не нужно вникать в разговор между мужчиной и женщиной, о чем они там говорили. Для меня лучше молчание. И тот, кто не знает закона о том, что молчание в данном случае позволяет решить этот вопрос, это действительно «даже». То есть даже тот, кто не знает закона о том, что ситуативный контекст может быть нулевым, неопределенным. То есть может быть молчание. То есть получается, что, как мне кажется, то есть комментарий Раши, как вы видите, идет немножко в мою сторону. Но мне кажется, что здесь нужно понимать это именно так. то есть получается, что для того, чтобы судить о законах Гето и Кедушин, я должен разбираться не в законах Гето и Кедушин, а я должен обладать, скажем так, языковой компетентностью. То есть я должен быть тонко слышащим контекст, в котором речь заходит о тех или иных вещах. то есть и тогда получается, что речь идет про, ну в каком смысле про знание языка. Это знание языка, оно может быть каким? У нас получилось, что знание языка может быть двояким. В каком смысле двояким? У нас знание языка Торы, язык Торы, это вот те контексты, в которых те или иные понятия оказываются связаны с браком. Я могу в этом прекрасно разбираться, но с точки зрения арабии Йоси они как раз могут помешать мне. А есть язык людей, язык, на котором люди говорят. А люди на каком говорят языки? Они как раз говорят на языке, ну на арамейском языке, или на смеси еврита-арамейского, как здесь им написано. И вот этот народный что ли язык, я должен быть ну в каком смысле спецом вот в этом самом народном языке. Без этого я как бы не могу судить. Если таким образом это понять, то тогда это как бы вот это дополнение оно становится ясным. То есть есть два типа как сказать судей или людей, которые могут судить об этом. Есть мудрецы, которые прекрасно знают библейский контекст. И есть люди, которые прекрасно знают народный контекст. Здесь можно вспомнить еще и его о таком правиле, что Тора Медаберет Белошон Бнеадам. Дибра Тора Белошон Бнеадам. Есть такое высказывание, что Тора говорит на языке людей. Но это другое правда правило, которое здесь в каком смысле наоборот скорее противоречит тому, о чем мы говорим. Потому что в данном контексте получается, что нет, Тора говорит на своем языке, а люди говорят на своем языке. Я должен в каком-то смысле быть специалистом скорее быть специалистом в языке людей, народном языке, нежели специалистом в языке Тора. Да, Илья? Тоже к языку вопрос. Товарищи сообщества мудрецов, они так или иначе подчеркивают свою отделенность от обыденного народа. В этом случае у меня вопрос. Есть вопрос как бы глупый, знают ли они язык народный? Мы можем догадываться, но более, наверное, интересный Талмуд, он написан, скомпилирован, собран из какого языка? Языка высокого, грубо говоря, или языка народного? И если языка народного, то как так получилось? Потому что обсуждали там мудрецы. Ну да, нет, это хороший вопрос. То, что мы можем сказать, если как бы не вдаваться в отношения самих, отношения самих мудрецов, оно сложное. Мы знаем, что у нас есть мудрецы, которые друг друга называют хаверим, то есть есть вот это самое комьюнити людей, которые разбираются в торе, в густной торе и так далее, которые у нас здесь, собственно говоря, и беседуют. А вместе с тем есть амарец, амэгатец, то есть те люди, которые как бы от них отделены. Сам Талмуд постоянно рефлексирует на эту тему. Там страшно далеки они от народа, надо быть ближе к народу и так далее. Взаимоотношения между этими двумя группами мудрецов и так сказать простолюдинами, оно для Талмуда и для мудрецов Талмуда, то есть для тех текстов, которые мы читаем, они являются в общем определенной проблемой. Они понимают, что здесь есть какая-то проблема. Иногда они жестко высказываются по отношению к простолюдинам, а иногда жестко высказываются по отношению к мудрецам, которые как бы не замечают этих самых простолюдин. Теперь по поводу языка. По поводу языка тоже здесь сложно, потому что Талмуд написан на смеси еврита и арамейского. Возможно, это и был народный язык, но понятно, что когда мудрецы используют те или иные контексты писания и так далее, сложные делают, например, как у нас было вначале такие квазиэкзогетические или квазифилологические заключения, то это не народный язык, это высокий язык. Народный язык иногда встречается прямо, то есть как говорят среди народов. Такого рода фраза, она тоже является формулой, она часто встречается, то есть они знают поговорки какие-то или еще что-то такое, относятся в каком смысле внимательно иногда к этому самому языку народа. Но сами утверждения или вот эти вставки, как говорят в народе, говорят о том, что есть еще и немножко другой язык, язык, в котором просто, может быть, речь не идет о тех вещах, о которых беседуют мудрецы, или они по-другому говорят о тех же самых вещах. Так вот, здесь, как мне кажется, в концовке вот этого, в концовке этой судьи, которая вроде бы была про язык, но по сути дела про противопоставление языка, библейского языка, народного в каком-то смысле, говорится о том, что человек мудрец, который не разбирается в народном языке, не может быть судьей вот в этих вопросах, вопросах гетто и кедуши. Ну, и здесь, когда самый Ранфаши отвечает, именно так можно перевести, а можно перевести и по-другому. я сказал Эна Ахинами, ну да, мол, дескать, да, здесь, собственно говоря, не о чем говорить, да, то есть нет никакого также, да, но речь тогда идет не про кто не знает этого закона, да, а он говорит про все высказывание в целом, так можно прочитать, да, что тот, кто не разбирается и тот, кто не знает даже вот этого высказывания Рабь Йоси может ли быть судей, он говорит, нет, не может, не может, действительно, не может судить тот, кто этого не знает, даже если он не знает о том, что Рабь Йоси говорил о вот этом нулевом контексте, да, то есть контексте молчания, когда, собственно говоря, вроде бы любое слово в каком-то смысле, кроме слов, которые являются твердой, формулой, то есть если человек говорит, ты мне отделена, а ты подышишь, это ли, то здесь все нормально, у кого-то включен микрофон, я выключил, нет проблем, ну вот, ну хорошо, да, это то, что мы не договорились в прошлый раз, и после этого Мара возвращается к высказыванию Шмуля, попробовал с двух фраз, которые могут быть сказаны при разводе, при разводе, в хэнбе герушин, и так же с разводом, на танла гита, в эамарла, рэй ад, мэшулах, рэй ад, мэгурэшит, рэй ад, мутэрит, лихоладан, рэй ги, мэгурэшит, то есть, есть твердые формулы, которые нужно произнести, вручая гет. В прошлый раз Марина задала хороший вопрос, да, а что, что говорит-то, в гете все уже написано, гет сам по себе является документом, в котором все написано, да, то есть, если человек дает деньги, то не понятно, зачем он дает деньги, а если он дает гет, то в гете уже все написано, но тем не менее, есть тоже твердые формулы, дает гет, говорит, вот ты отослана, то есть, это слово мэгурэшит, слово герушин, или, да, ты отослана, мэшулахат, это тоже контекст писания, да, то есть, он ее шолех, пускает ее, так бы, или, например, если он говорит, что ты разрешена всем, это как раз и есть, что такое кедушин, кедушин, запрещение женщины для всех остальных, то есть, когда он ее мэкадеш, он ее для всех запрещает, а теперь он говорит, ты разрешена любому человеку, и такого рода формулы, нормально, да, то есть, они соответствуют, собственно говоря, самому акту вручения гета, а теперь у нас было, был ряд фраз по поводу помолвки, а теперь ряд фраз по поводу развода, ну, хорошо, нам говорят следующее, пшито на танла гета, вамар лали, что варей ад бад хорин, лома в локлу, значит, если, причем, немара говорит, что пшито, пшито, это очевидно, ясно, да, то есть, так и переведено здесь, что если он дает ей это разводное письмо, и говорит, что ты свободна, дочь свободы буквально, бад хорин, то он ничего ей не сказал, и такая фраза не годится для развода, к чему она не годится для развода, она годится для, как Раши пишет, здесь его приводят, она годится для освобождения рабыни, да, то есть, что значит, ты свободна, но свободна, это вроде как относится к рабыне, а к жене не очень относится, но гемара говорит, что это понятно, что такая фраза не работает, амар лали шифхато, гарай ад мутерет лихоля, да, но амар говорит, а если наоборот, для своей рабыни, отпуская ее, предположим, он говорит, ты разрешена всему миру, кто тоже ничего не сказал, то есть, как бы здесь путаница, да, он говорит жене, бад хорин, то есть, ты свободна, а рабыня говорит, ты разрешена любому, эти, это перепутка, да, перепутка этих фраз, она приводит к тому, что эта фраза мешает, собственно говоря, самой процедуре, и процедура, не процедура освобождения рабыни, не процедура развода, не состоила, не состоялась, это, нам, гемара говорит, что это все просто, а если, теперь спрашивают гемара, а если он сказал, а если он сказал, вот ты сама себе, что, что это будет, годится, не годится, скажем ли мы, что он имеет в виду, ты сама себе для какой-то работы, или он имеет в виду, что это имеется в виду, что да, все, до свидания, ты теперь сама по себе, то есть сама по себе, вызывает вопрос, да, то есть если предыдущие фразы точно не годятся, то вот эта фраза вызывает вопрос, если он ей сказал, вот ты сама по себе, или ты сама себе, да, то есть ляцмех, ты, как бы, можно было бы добавить, принадлежишь себе, но так или иначе, это вызывает вопрос, амарла раввина ли равваши, ташма, и вот на это, раввина говорит, да, раввина говорит равваши, ташма, иди и послушай, тоже стандартный, такой оператор в Толмуде, да, иди послушай, детания, вот научили барайту, барайта, из, да, из тракта Тагитин, барайта, которая говорится так, здесь раввина пытается построить, определенного рода силогизм, да, то есть, вот приводится барайта, барайта говорится так, что, это даже Мишна, видите, да, Мишна, из тракта Тагитин, в которой говорится следующее, что, в документе, который дается рабу, который освобождается из рабства, там должно быть написано, следующее, вот ты свободен, или вот ты сам себе, или себе, то есть, это примерно то, что он сказал сейчас, да, он сказал как раз женщине, арей атли от смерти, сама себе, а Мишне учили, что такого рода формула, она употребляется для освобождения раба, ну, и теперь из этой Мишны, да, вот мы строим силогизм, есть ли уж этот самый раб, анонейский раб, тело которого принадлежит, ну, или весь он принадлежит своему господину, и господин ему говорит, вот ты сам по себе, тем самым его освобождая, то неужели же женщина, жена, которая не целиком принадлежит своему мужу, или буквально ее тело не целиком принадлежит, он не может, да, должна быть тем более свободна, да, то есть, если это годится для освобождения раба, который целиком находится во власти, как бы господину, то тем более это должно быть действенно по отношению к женщине, которая не целиком принадлежит мужу. Что здесь произошло, да, то есть, ну, произошла путаница определенная, почему? Потому что до этого, вернемся, да, до этого, что нам сказали, Гемарр говорит, что все очевидно, что если он сказал женщине, вот ты свободна, жене, да, сказал, вот ты свободна, то это не годится, почему не годится, потому что это употребляется для освобождения рабыни, а женщина не рабыни. А теперь, теперь нам пытаются построить силогизм как раз на основе освобождения хаманского раба, да, и говорят о том, что если у раба освобожден, который целиком принадлежит, то жена, тем более. Одно, как бы, не сочетается с другим. Ну, хорошо, это вопрос. Амар ли раввина ли равваши? Амар ли авдо? Эн ли эсек бэхамай? Сказал раввина равваши, если человек говорит своему рабу, нет у меня с тобой никаких дел, опять слово эсек, помните, вот это слово эсек, да, нет у меня с тобой никаких дел, И что мы можем сказать? Эта фраза сомнительная, да, то есть имеется в виду, что вообще я с тобой не имею никаких дел, вообще я освобождаю тебя, или это означает, что для данной какой-то работы я тебя освобождаю от какой-то данной работы. Амар ли раввнахмали равваши? Амар ли раввханин меххоза или равваши? И на это значит раввнахман, или некоторые говорят, что раввханин из меххозы, отвечают равваши, ташма, вот иди послушай. И снова приводится барайта или мишна, там же из трактата китин, где говорится следующее. «Хамохер обдоле нухри, иеца лихирот, и царих гед шекрур мерабу הראשон». Амар Раби Шимон бен гамлеэль, баме дברים эмориим, шелу кетав алав о-но, абл кетав алав о-но, зеу шекруро. Ну, барайта такая. Тот, кто продает своего раба не еврею, этот раб выходит на свободу. Но ему все равно требуется документ освобождения от своего первого господина, то есть того, кто был до этого. То есть здесь ситуация какая, что в принципе продавая раба не еврею, значит, человек совершает не очень хороший поступок. Почему? Потому что анонейский раб, живя у еврея, он как бы что-то соблюдал, соблюдал какие-то заповеди, то есть на него они каким-то образом распространялись. Когда он продает не еврею, этого своего раба, то самый раб оказывается ну как бы теряет в своем скажем так сакрально-социальном статусе, то есть он теряет. И поэтому значит он на самом деле освобождается просто, то есть по сути дела эта продажа оказывается недействительной. Но необходим тем не менее документ, как Раши говорит, чтобы он мог жениться, то есть он мог жениться на еврейке, например. почему на еврейке не очень понятно, то есть это зависит от того, принял он там ги-юр или не принял он ги-юр, ну и так далее. и Рабан Гамлеэль, Рабишаман Гамлеэль говорит следующее, он говорит, что здесь речь идет вот о чем, речь идет о том, когда он не написал ему документ, вот это слово оно, оно означает документ, есть здесь у меня примечание под кодом этого слова, то есть это вроде бы некоторые считают что-то от греческого, онос или оны, который, это слово на греческом означает документ купли-продажи. И замечание такое, что иногда мудрецы используют вот это слово как обозначение некого документа. Немножко странно, потому что у нас до этого собственно говоря никто не заморачивался этим словом оно, а писали просто гет, гет это документ, гет шикру, то есть документ письмо освобождения, документ освобождения есть слово штарм, то есть почему используется слово оно, здесь отдельный вопрос, но значит если не написал вот этот самый документ, возможно потому что продажа идет не еврею, а если написал вот это самое оно, то есть то он является уже документом освобождения. ситуация запутанная, сейчас мы с этой ситуацией разберемся, но естественно возникает вопрос, а что вдруг перешли к вот этой теме, то есть у нас же собственно говоря речь шла о разводе женщин, причем у нас были приведены по сути дела два противоречивых высказывания, противоречивых одно другом. С одной стороны Гемара сказала, что очень ясно и понятно, что если человек говорит своей жене вот ты свободна, а на самом деле эта формула используется для освобождения рабыни, жена не является рабыней, поэтому эта формула недействительна, значит он должен переговорить, то есть как-то иначе сказать. Это первый был вариант, второй был вариант такой, что на основе того, каким образом оформляется освобождение нееврейского раба, мы делаем вывод, что можно сказать вроде бы, да, то есть у нас силогизм вроде никто не отвергал, да, а именно, что если уж раб, который полностью принадлежит хозяин, если ему говорится о том, что ты сам по себе, ну как бы ты себе буквально, или вот ты сам по себе, если эта формула действует для раба, то она тем более должна действовать для женщин, потому что женщина не принадлежит целиком мужчине, и как бы если эта формула настолько действенна, что с помощью ее можно освободить даже такого, то тем более уж можно освободить и жену. Почему-то здесь не возникает вопроса относительно того, что она же вроде бы не раб. Правда, здесь есть нюанс, то есть в первом случае у нас речь шла о фразе «вот ты свободна», а во втором случае речь шла о фразе «вот ты себе». Это все-таки разные немножко вещи, но тем не менее, как можно учить и делать вывод на основе закона о ханаанском рабе, если до этого мы как раз противопоставляли женщину рабыне. Это предыстория, а после этого у нас вдруг речь заходит вообще про раба. Нет у меня с тобой дел. «Энли эсэкдха» или «Энли эсэкбэха». То есть буквально «нет у меня дел в тебе». «Нет у меня дела в тебе». Так это если буквально это так случилось. И собственно говоря, сейчас у нас сборки переместились вот к этому самому рабу, которому значит хозяин говорит, что у меня нет вопроса, нет у меня с тобой дел. По-русски действительно, наверное, с тобой дел, а вообще нет у меня дела в тебе. И ответ, который приводится, да, вот путанный этот самый ответ, с которым сейчас мы разберемся, приводится какой-то ответ. Что за переход такой, да, почему мы переходим от обсуждения развода к обсуждению освобождения раба, да еще к тому же и ханонейского раба. Не очень ясно, да, то есть, ну, можно сказать, что по ассоциации, поскольку речь зашла про рабов, да, рабыня, раб, сюда, то теперь решили, как бы переместились в сторону выяснения тех фраз, которые годятся для освобождения раба. Но мы здесь, как всегда, с вами вспомним про метафорическую составляющую, да, то есть, метафорическая составляющая у нас какая? У нас она такова, что здесь возможно речь идет о различных формах взаимоотношений между Богом и народом Израиля. Народ Израиля, с одной стороны, рабом, да, Господь является господином, а народ Израиля является рабом. С другой стороны, народ Израиля женщина, да, а Бог это муж. И поэтому вот эти грани, что ли, да, различия какого-то, да, они в каком смысле начинают вот здесь, в этот момент, они в каком смысле начинают стираться, или точнее, с одной стороны, да, нам говорится о том, что, ну, женщины же точно не рабыня, а с другой стороны, ну, вроде бы, как из этого как раз мы и учим про женщин, то есть, с одной стороны, какой-то частью не рабыня, а с другой стороны, какой-то частью народ Израиля оказывается как бы рабом, причем, заметьте, что меняется, кроме всего прочего, может меняться и гендерная составляющая, какая, то есть, народ Израиля по отношению к Богу раб мужчина или раб женщина, если раб, да, скорее, раб мужчина, нежели раб женщина, поэтому, например, из рабыни женщины мы про жену учить не можем, а из раба мужчины мы как раз учим про женщину, как это ни странно, да, почему, потому что народ Израиля в качестве, видимо, мужчины является рабом Бога, а не в качестве женщины. Отдельный вопрос, в чем разница, да, между мужчиной и женщиной в ситуации господин раб, да, эту разницу мы можем сразу сейчас отметить, да, запомним это на будущее, это нам пригодится, да, разница в чем, что рабыня женщина, она может стать женой, да, то есть, в принципе, есть потенциал такой, раб мужчина, нет, не может, и тогда возникает вопрос, относительно вот этих двух линий, да, двух линий взаимоотношений, эти две линии взаимоотношений, они переходят одна в другую или нет. Если я говорю, что народ Израиля является женской, как бы, фигурой в своем рабстве, да, или в своем отношении к господину, тогда это, как бы, смыкающееся понятие, да, то есть, или переходящее одно в другое, то есть, рабыня может стать женой. А если я говорю, что народ Израиля является мужской, как бы, фигурой в отношении к господину Богу, тогда получается, что это независимые, это две параллельные, в каком-то смысле, два параллельных типа взаимоотношения, не переходящие один в другой. То есть, вот эти нюансы, они, естественно, что про них Талмуд ничего не скажет нам, да, то есть, Талмуд прямо, вот что-то такое, что я сейчас сказал, говорить никогда не будет, но, вот, из этого парадоксального, да, здесь противоречие никого как бы и не волнует, да, потому что, вот, ты свободна, не годится для жизни, а с другой стороны, вот, ты сама по себе годится, почему годится, потому что для раба годится, да, для раба мужского рода, а там не годится, потому что рабыня была женского рода. Если иметь в виду то, что я сказал, то вроде бы как все получается. А теперь, если, значит, все это иметь в виду, да, то переход, переход к обсуждению освобождения вот этого самого хананейского раба, он является с одной стороны вроде бы совершенно сторонней темой, а с другой стороны не совсем сторонней. Почему? Потому что ведь речь идет хананейский раб, видите, да, то есть здесь вот в этом путанном кусочке хананейский раб оказывается фигурой довольно сложной. Почему? Потому что если он находится во владении еврея, то он в каком-то смысле его статус повышается, он оказывается соблюдающим западе, да, и его как бы отпустить нельзя. Здесь на метафорическом уровне речь может идти как раз о паразелитизм или о взаимоотношении с другими народами, то есть народ Израиля и другие народы, и может ли другой народ каким-то образом оказаться тоже рабом Бога или, может быть, женой Бога, да, при каких-то обстоятельствах, да, то есть в освобожденном своем состоянии. И мы увидим, что вот эта тема, она на самом деле будет еще Толмудом развиваться в дальнейшем, потому что у нас в самой Мишне после первой Мишны, где речь идет про Кедушин, да, которая осуществляется с помощью Шгара, денег, да, и полового акта, следующая уже Мишна будет говорить про раба. Сначала про раба еврея, потом про раба нееврея. Там, собственно говоря, эта тема будет разбираться еще более подробно. Ну, хорошо, теперь после того, как мы, так сказать, немножко, да, ощутили какой-то смысл во всех этих пертурбациях коммунистических, да, мы можем попробовать разобраться и вот в этой конкретной проблеме, конкретная проблема, которая, значит, состоит в том, что годится ли формула, у меня нет с тобой никаких дел. Вы, кстати, можете наверняка понять это, да, сразу, да, с точки зрения метафорической, да, что означает фраза, если на метафорическом уровне у меня с тобой нет никаких дел. Бог много раз так говорил в каком смысле, да, народу уже все с этим народом и больше дел не имеет. означает ли это освобождение его или не означает освобождение его в роли раба, да, в роли раба. Или же здесь эта формула не работает. ну, то же самое можно сказать и про другие формулы. Вот ты свободен, да, то есть свободен. Свобода какая? Свобода от взаимоотношений с Богом или свобода, которую Бог, наоборот, дает. В общем, здесь тоже есть масса таких своеобразных аллюзий, да, с каждой из этих фраз, которая может играть определенным образом и на метафорическом уровне. Но сейчас вот у нас вопрос такой. Можно ли сказать рабу, с тобой меня нет дел и тем самым освободиться? И у нас давайте разберемся, значит, с этим самым ответом. Значит, Рав Тахман говорит рабу Аши. А некоторые говорят, Рав Яханин замахозы рабу Аши. Он говорит так. Вот это самое Барайта. Значит, тот, кто продает своего хананского раба, тот выходит на свободу. То есть, тем самым происходит что? Происходит мы штрафуем. В каком смысле штрафуется этот самый владелец? Почему? Потому что он, продавая раба нееврею, он понижает, как я уже сказал, вот этот его сакрально-социальный статус. Но, несмотря на то, что он выходит на свободу, ему нужен какой-то документ. у нас, естественно, возникает вопрос, подождите, ну, а этот самый покупатель, покупатель что? То есть, я продаю нееврею, раб выходит на свободу. Я получил деньги, получается, так, а тот, кто купил его, что, если он свободный, то он уже не его раб, что ли? Не очень понятная история, правда же? Что делать тому нееврею, которому я этого раба продал, если этот раб, на самом деле, вышел на свободу? То есть, я оштрафовал кого? Я оштрафовал этого нееврея, или я оштрафовал, собственно говоря, этого господина? По-видимому, здесь это не проговаривается, то есть, по-видимому, ситуация такая, что штрафуется кто? Штрафуется тот, кто продает. В каком смысле? То есть, он свои деньги должен отдать этому самому нееврею, то есть, он получил какую-то сумму за этого раба, сама сделка считается в каком-то смысле недействительной, то есть, по сути дела, что он сделал? Он взял и изменил статус этого раба на худший, за это он выходит на свободу и тот покупатель этого самого нееврейского раба получает обратно свои деньги, а господин остается нищим. То есть, по сути дела, у него дурацкая сделка, то есть, он на этой сделке просто теряет этого самого, этого раба. если так, то зачем же нужен ему этот самый документ? Получается, что он все-таки нуждается в документе от своего первого господина. Кто этот первый господин, это тоже вопрос. То есть, этот первый господин, это тот, кто его продавал, или первый господин, это тот, кто продал этого раба, этому самому человеку, который продал его нееврею. Вот Илья спрашивает, нееврей может не знать этих правил, он не почитает сделку недействительную, а кто-то со стороны должен признать сделку неправильной. Да, именно кто-то со стороны должен признать эту сделку неправильной. То есть, грубо говоря, мы видим, что это произошло, и говорим, так не надо было делать, так что давай... Ну да, 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 то есть, понятно, что он может нееврея не подчиняется еврейскому суду, но с точки зрения еврейского суда, еврейский суд говорит, что сделка недействительна, ты, дорогой человек, который деньги получил, верни деньги этому самому покупателю, а твой раб выходит на свободу. Правда, он нуждается в документе. Этот документ должен быть документом, еще раз, он должен быть документом от того, кто продал этого человека, еврею, который продал его нееврею, или от самого еврея, это тоже пока неясно. Ну, хорошо, и что? Если он написал и вот это оно тогда, почему используется, потому что речь идет о документе, который передается нееврею, если он продал его не просто за деньги, а с документом, то этот документ и является, собственно говоря, освобождающим документом. Не нужен еще дополнительный, отсюда мы можем сделать дело, что все-таки документ нужен от кого? От вот этого самого владельца, не от предыдущего владельца, а от этого владельца. Если так, да? Ну, и что? Ну, дополнительно нам проясняют гехидами Оно, как пишется вот этот самый документ Оно, Имеется в виду документ, в котором написано, что когда ты сбежишь от него, то со мной у тебя не будет никаких дел. Что он имеет в виду? то есть получается, что тот, кто продает, он в каком смысле понимает, что он теряет или что? Говорит, что если ты от него сбежишь, от кого от него, от своего нового господина, не еврея, то ко мне, типа, ты вернуться не сможешь, да, то есть я не твой господин. Это является его освобождением, да, то есть если это написано в документе, ну, какой-то, как-то шизофрения, правда же? То есть если он пишет своему рабу, что когда ты сбежишь от него, то не вздумая, типа, возвращаться ко мне, то это и является, собственно говоря, освобождающим его документом. Хорошо, а у нас же был вопрос, правда? У нас же был вопрос. Какой был вопрос? Что если человек говорит, нет у меня с тобой дел, является это освобождением его или не является, из вот этой всей истории мы видим, что является. Почему? Потому что вот в этом оно как раз написано именно то, что если ты сбежишь от него, то у меня нет с тобой дел. И тем самым получается, что такого рода формула годится. То есть это в итоге вывод, несмотря на вот эту, значит, чрезвычайно запутанную и довольно сомнительную как бы ситуацию, где покупательный еврей, в общем, оказывается в каком-то странном положении. Ну, хорошо, он, по крайней мере, не страдает, он выходит со своими деньгами, но, в общем, все это было как бы такая для него, да, какая-то инсценировка. Он не понимает, почему у него нет раба, хотя он заплатил деньги, ну, что деньги вернули, ну, типа того, что бракованный товар, да, то есть это раб, который на самом деле не раб, а оказывается свободный, да, то есть это свободный человек теперь, который, значит, твоему господину не принадлежит, ну, и новому господину тоже не принадлежит, но для ответа на вопрос была важна вот эта последняя фраза, когда ты сбежишь от него, то нет у меня с тобой дел. Ну, вот это нам и пишет наш переводчик, отсюда видим, что фраза нет у меня с тобой дел годится для полного освобождения из вот этого странного случая, который нам здесь, который нам здесь привели. Ну, хорошо, не будем сейчас, я хотел, может быть, прокрутить, что это может значить на метафорическом уровне, давайте оставим. Ури, а можно про метафорический уровень как раз вопрос, или до конца вы спросите? Да, да. Ну, если сейчас, допустим, народ Израиля возвращается из Египта, и Господь говорит, хотите возвращаться, пожалуйста, ко мне не приходите, звучит очень трагично, мы все равно приходим, тут я какой-то диссонанс слышу между тем, что здесь сказано, и тем, что у нас в истории. Ну, да, да, конечно, я поэтому говорю, что я хотел сейчас прокрутить это на метафорическом уровне, но подумал, что лучше это оставить до того момента, когда мы будем читать про вот этих рабов неевреев. Здесь ведь речь идет о рабе неевреи, да, раб нееврей. Раб нееврей, как я уже сказал, да, то есть если на метафорическом уровне, то речь идет о празелитизме или о, так сказать, конце времен, когда народы мира, значит, признают Бога или что-то в этом роде, да, то есть когда, собственно говоря, они станут частью Израиля, если считать, что, вообще-то говоря, конец времен, это не что иное, как царство Израиля, и все человечество становится этим царством. Ну и тогда на самом деле это касается, да, то есть вся эта история, да, она касается как бы взаимоотношений, да, вот этих самых взаимоотношений, взаимоотношений между народом Израиля и теми, кто в той или иной степени оказывается под воздействием, что ли, народа Израиля, да. Ну, сегодня у нас есть такое движение, Бны и Ноах, наверное, не слышали, да, то есть есть сегодня авторитеты в иудаизме, которые полагают, что нужно всячески, так сказать, пропагандировать семь заповедей сынов Ноя, то есть это как бы иудаизм для неевреев Некоторые категорически возражают, некоторые говорят, что это как раз очень важно и так далее, да, здесь ситуация даже другая, она возникает как раз вот с этими группами Бны и Ноах, потому что Бны и Ноах, они в принципе обязаны соблюдать семь заповедей, вроде бы как и все, но если их начинают, так сказать, привлекать к иудаизму, они хотят соблюдать больше, начинают как бы то, все, вроде бы как и нельзя, то есть может вы знаете, что человек, который готовится к гиуру, например, ему нельзя соблюдать шаббат, ему нужно обязательно нарушить, то есть он может соблюдать частично, но все равно должен нарушить, потому что как бы это еще не его, и с этим есть целый ряд самых разных проблем, то есть вот этот самый раб, хананейский раб, когда мы говорим о понижении его статуса, это что означает, это означает, что в доме своего господина, то есть когда он в каком-то смысле оказался в зоне влияния, скажем так, его господина, он соблюдает какие-то заповеди, то есть он соблюдает заповеди, которые больше, чем 7 заповедей, но в наеновых, а если он его передает неевреев, то есть его освобождает, тогда это освобождение, оно влечет за собой некое снижение, но здесь речь идет, мы видим, речь идет не о взаимоотношении Бога и народа Израиля, а скорее речь идет о взаимоотношении между народом Израиля и другими народами, собственно говоря, тоже нужно понять, что означает как бы рабство, то есть рабство на метафорическом уровне, но вот я поэтому привел пример с этими группами гней новых, это, конечно, не в полном смысле рабство, не рабство в обычном понимании, но тем не менее в этих группах происходит что происходит, ну вот, Международный Центр на Ахидов, видите, привел, можете смотреть, почитать, эти группы так или иначе, они оказываются, несмотря на то, что декларируются, что это как бы отдельная группа, это как бы не евреи и так далее, но они в каком-то смысле объевреиваются, их все больше и больше интересует иудаизм, система заповедей в той или иной степени, соответствующая литература и прочее, прочее. Теперь дальше это сложное, сложное, проблематичное, в каком смысле проблематичное взаимоотношение, эта проблематика здесь, собственно говоря, как раз и указана, эта проблематика состоит в чем, что с одной стороны ты как бы бросить не можешь уже этого человека, вот ты его приблизил, в каком смысле к иудаизму, и в конце концов все должны будут как бы признать и так далее, то есть это отдельный вопрос, как это признание произойдет и что будет означать из себя вот это самое будущее человечества, которое как бы признает Бога, это Израиль, на Ахиды или Израиль целиком, с точки зрения христианства это Израиль целиком, то есть с точки зрения христианства в конечном счете избавлен должен быть, то есть второе пришествие и так далее, оно связано с Израилем, но Израилем становится как бы все новым Израилем, правда. Так вот, этот тип взаимоотношений, он оказывается сложный, то есть разорвать эти взаимоотношения как бы нельзя, или разрывая, ты не можешь поменять в каком-то смысле, не можешь вернуть в каком-то смысле, ты не можешь вернуть того, кого ты приблизил туда, где он был, да, то есть взяв его под свою опеку, ты как бы ничего с ним сделать не можешь, вот Раши не случайно пишет, что тогда он может шиниться на еврейке, да, то есть если это освобождение, оно сопровождается ги-юром, тогда по сути дела, если ты пытаешься от него избавиться, то ты его превращаешь в еврея, то есть он выходит на свободу в том смысле, что он становится полноценным евреем, проходя ги-юр, но я поэтому не хотел сейчас об этом говорить, потому что мы увидим всю эту тематику, когда Ишна будет заниматься как раз именно вот этой темой, темой хананейского раба, который находится в апстрии у еврея. Ну хорошо, значит, давайте мы подвесим немножко этот вопрос, да, опять же, до соответствующего фрагмента, где более подробно будет об этом идти речь, и тогда мы более тщательно восстановим самый метафорический уровень. Ну и дальше, собственно говоря, мы, наверное, на этом сейчас остановимся, потому что дальше речь заходит о довольно такой любопытной теме, новой. Абая говорит «АМИКАДЭШ БЕМИЛВЫ» И НАМИКУДЭШ То есть, если человек пытается отделить для себя женщину при помощи ссуды, денежного долга, то есть, он дал деньги в долг, и теперь каким-то образом пытается с помощью этих денег. У нас есть вариант, да, передачи денег и посвящения, да, и помовки. можно ли это сделать, если ты не передаешь деньги, а вот используешь ссудок. Ну, это новая тема, я думаю, что мы сейчас не будем начинать. Остановимся на этом. Если у вас есть какие-то вопросы, говорите. Такой вопрос. Ничего не говорилось о свидетелях. Это что, можно с глазу на глаз все так решать вдвоем? Да, действительно, не говорилось о свидетелях, но подразумевалось что? Подразумевалось наличие судьи. Наличие вот этого третьего лица, оно как бы подразумевалось, поэтому говорилось о том, что тот, кто не разбирается, значит, не может судить. То есть наличие третьего лица, безусловно, здесь есть. Отдельный вопрос, это правильный вопрос, должно ли быть здесь два свидетеля или достаточно одного судей, или нужно, чтобы было три судей. Это как бы вопрос, который тоже будет в дальнейшем рассматриваться. Но пока Талмуд как бы от этого отвлекся. То есть он просто говорил о том, какого рода процедуральные аспекты должны присутствовать. а кто наблюдает за этими процедуральными аспектами, это уже другой вопрос. То есть судьи или свидетели или еще кто-то, это пока оставлено в стороне. Но ясно, что это третье лицо присутствует. Да, понятно, спасибо. Окей, есть еще вопросы? Похоже, нет. Похоже, нет. хорошо. Тогда до следующего вторника. Вроде праздники у нас закончились. Окей. Спасибо, до свидания. Всем счастливо, пока. Счастливо, пока. до свидания. Пока. Пока.